приветствую вас дорогая церковь подъезжая к собранию я увидел столько машины еще немного не привык что возле церкви столько много машины подумал может уже сегодня воскресенье ничего не перепутал может праздник жатвы зашел и понял что все хорошо сегодня пятница собрание и сегодня время когда мы собрали церковь и молиться вначале я хотел бы поблагодарить всех вас еще раз за ваши молитвы за нашу семью за рождение нашей дочери глории за вашу поддержку мы благодарим вас для нас это ценно и пусть господь благословит каждого из вас за вашу любовь и внимание к нашей семье сегодня я хотел бы говорить о молитве молитва это часть та часть нашей жизни христианской жизни без которой в принципе если мы говорим о христианстве христианства нет это та сфера в которой как мы говорим основы которые должны быть у каждого человека и молитва или молитвенная жизнь это та сфера нашей жизни в которой нам больше всего часто приходится работать над собой которая она слишком глубокая она требует дисциплины есть вопросы которые возникают по поводу молитвы но никто не спорит о том что молитва важна в жизни верующего человека я думаю что из присутствующих в зале вряд ли кто-то будет говорить что молитва не важна молитва для верующего это как дыхание если я хочу дышать я должен молиться и конечно же самым лучшим способом посмотреть что такое молитва ли как работает молитва насколько она важна для верующего человека это посмотреть на пример того как молитва использовалась в чьей-то жизни и конечно же самым лучшим примером для нас с вами является кто иисус христос наш господь и поэтому сегодня я хотел бы чтобы мы посмотрели на молитвенную жизнь иисуса христа в каких обстоятельствах он молился чем была молитва для него и его жизнь это будет примером для и ободрением возможно обличением для для каждого из нас конечно нет лучшего образца и примера для подражания в молитвенной жизни чем иисус христос если мы открываем 1 и она 2 главу 6 стих то и и мы читаем о том что написано что кто говорит что пребывает в нём тот выисус то есть в исусе христе тот должен поступать так как он поступал поэтому если я подражаюсь христос если я выученик я должен поступать только как он говорит потому что какой же учитель а ученик а не подражается ему учителю такого не бывает если мы серьезно стремим подражать христу то мы должны подражать и Его постоянной и последовательной практике молитвы. В Евангелии записано 15 эпизодов служения Иисуса, когда Он молился. Наверное, вы обрадуете, что сегодня мы не будем все 15 смотреть, чтобы это не было утомительно. Мы посмотрим всего лишь 5 эпизодов из жизни Иисуса Христа, ключевых, которые, говорят, показывают нам Его молитвенную жизнь. И самое начало, самый первый эпизод мы читаем в Евангелии от Луки 3 главе. Если у вас есть в Библии, пожалуйста, откройте Евангелие от Луки 3 главу. И мы прочитаем 21 и 22 стихи. Это событие, когда Иисус Христос крестился. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз с небес говорящий, Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение. Это было важное время в жизни Иисуса Христа. Из неизвестности, из Назарета, где Он был, где Он рос, Он выходит в яркий свет Своего служения, Своего мессианского служения, как Мессия. Поэтому Он молился, и в молитвенном ожидании Он получил помазание Духа Святого, потому что Он понимал, насколько важный этап настаёт в Его жизни. Ему нужна была сила, Ему нужно было благословение Отца, Ему нужно было водительство от Отца, потому что Иисус принял человеческую плоть. Христос был здесь на земле, как человек, Он был Бог, Он был 100% Бог и 100% человек. И Он был здесь на земле, и Он точно так же нуждался в силе Отца. А перед Ним стояло огромнейшее, важнейшее служение. Для нас с вами этот эпизод из жизни Христа, он показывает о том, что если Иисус Христос перед Своим служением, Он нуждался в молитве, Он нуждался в благословении Отца, и Он с самого начала Своего служения положил от основания, что Он будет поддерживать связь со Своим Отцом, Он молился, то, конечно, для каждого из нас это напоминание, что мы не можем жить без общения с нашим Господом, мы не можем жить без молитвы, мы не можем иметь силы, если мы не молимся. Человек, который говорит, что он активный служитель, что он хочет служить Господу, что он любит Бога, но он не молится, в его жизни нет молитвы, он неактивный, он неэффективный. Когда-то, кажется, Спержин сказал такую фразу, что покажите мне человека, который проводит очень много времени в молитве, и я вам покажу сильного воина. Наша значимость не определяется тем, сколько книг мы прочитали, сколько проповедей выслушали, говорили, или как много мы участвуем. Наша значимость, наша сила зависит от количества и качества нашего общения с нашим Отцом, и поэтому молитвенная жизнь, она так важна. Иисус положил начало молитвенной жизни с самого начала Своего служения, Он понимал ее важность. И нам нужно напоминать себе, что мы нуждаемся в силе, и молитва производит силу, и поэтому молитва важна для каждого из нас. Пренебрежение молитвы – это глупость, если мы пренебрегаем молитвой, как мы хотим быть служителями верными, эффективными служителями Богу, если мы не общаемся со своим Отцом. Второй интересный эпизод в жизни Иисуса Христа, который показывает Его молитву, написан в Марка 1-я глава, Евангелие от Марка 1-я глава, 35-й стих. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Если мы читаем текст до этого события, то мы читаем, например, 32-й стих. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелял, он исцелял, это было в Капернауме. У него был напряженный день, уже конец дня, уже заходило солнце, и к нему приходят люди, и он еще в служении, и он еще служит. Я уверен, что он был уставший. Как человек он был уставший, он испытывал то же самое, что и мы. Я не знаю, как вам, мне трудно утром вставать на молитву. Я из тех людей, которых утром больше хочется подольше поспать. И я думаю, что для кого-то из вас тоже вряд ли это очень удобно, рано утром вставать, когда вы так вечером уставшие, много трудились, и утром думаете, в пять часов встану, буду молиться. Такое желание. Это борьба, а это трудно. И я удивляюсь Иисусу Христу. Мы читаем 35-й стих. А утром, встав весьма рано, вышел, удалился в пустынное место и там молился. Он меня удивляет. Он понимал важность молитвы, он понимал, насколько он зависим. И он знал, что дальше будет еще больше событий, еще больше людей придут, и ему нужна сила, и он встает раньше. Он идет раньше, несмотря на то, что он был уставший, он идет и молится, он общается со своим отцом. Честно, этот текст обличает. Лично меня он обличает. Потому что, когда кажется, ну я бы поспал еще, ну не хочется вставать, ну попозже. А потом встаешь попозже, и времени нет. Как-то вот вроде бы думаешь, что я вот встану через часок, и все, и все хорошо будет. И я еще все успею. И встаешь, и ничего не успеваешь. Не знаю, бывает ли у вас такое или нет, но у меня бывает. А Иисус встал рано и молился. После трудного, насыщенного событиями дня, Иисус вместо того, чтобы отдохнуть, идет молиться. Какие уроки мы здесь видим для себя? Первое. Чем напряженнее день, тем больше нужда для времени молитвы. Чем больше у нас событий, которые захватывают нас много обстоятельств, тем больше мы нуждаемся в том, чтобы молиться. В том, чтобы сбалансировать себя. В том, чтобы настроить себя на общение с Богом. В том, чтобы мир Божий, он был в нашем сердце. Чтобы Бог направлял нас. Потому что много событий, они захватывают на свой водоворот. И мы можем потеряться. И мы можем какое-то обрести беспокойство. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы молиться. Особенно если напряженный день. В молитве мы можем получить нашу разнарядку. Или, знаете, такое направление на день, когда мы молимся. Когда мы молимся, Господь направляет нас. Господь помогает нам. И тогда, что бы ни происходило в днем или на протяжении дня, как-то легче это все происходить, потому что ты уже с Господом. Твой разум настроен на то, что ты общался с Богом. Ты знаешь, что все в его власти. И Бог дает тебе мир. И я замечал в своей жизни, что когда не общаешься с Богом, может быть, одни и те же обстоятельства. И ты не молился. Ты не общался с Отцом. И эти обстоятельства ты встречаешь по одному. Ты их переживаешь по одному. У тебя одна реакция. Когда ты молишься, когда начинаешь в день сообщение со своим Творцом, и потом те же самые обстоятельства, точно такие же. Совершенно другая реакция. Совершенно по-другому встречаешь. Совершенно по-другому переносишь. Откуда-то появляется сила, мудрость, спокойствие, потому что Господь направляет. Молитва, она просветляет зрение, она поднимает нас на труд, она свежает дух и укрепляет решимость. Иисус Христос понимал это. И Он жертвовал Своим отдыхом ради того, чтобы вставать и молиться. Ради того, чтобы иметь общение со Своим Отцом. Несмотря на насыщенный график, Он находил время. В нашей жизни мы можем находить договорки о том, что я устал, у меня будет тяжелый день, или я слишком занят, так много всего сделать нужно было. Я думаю, Иисуса Христа намного, нагруженный график был намного больше, чем у нас. У Него было миссианское служение, Он нес весь спасение всему миру. И особенно у Него была огромная духовная нагрузка. И тем не менее, а Он испытывал то же самое, что и мы. Он так же вставал, так же хотел кушать, да хотел, точно так же хотел спать, но Он ушел и молился. Это обличает и это ободряет. И это побуждает быть похожим на нашего Спасителя. Несмотря на обстоятельства, мы нуждаемся в том, чтобы молиться. Третье событие в жизни Иисуса Христа, третий эпизод, который показывает нам Его молитвенную жизнь, записан в Луки 5 глава. Евангелие от Луки 5 глава. Мы читаем первый стих. Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божие, а Он стоял у озера Геннисорецкого. И там дальше идет описание, что вот встреча с учениками, которые ловили рыбу, они ничего не поймали. Но обстоятельства, что Иисус находится в гуще событий. К Нему толпой несется народ. Все Его окружаются, все от Него что-то хотят, чтобы Он говорил проповедь им, они не слушают Его, Он уже стал известным. И это большая такая активность. Знаете, когда много людей, но эмоционально даже устаешь сильно. И посмотрите, что происходит. Здесь так много событий, но стих 16 в этой главе. После всего этого. Но Он уходил в пустынные места и молился. После того, как напряженный день был, после того, как много народу теснило Его, Он уходил и молился. Чем больше внешнее давление в нашей жизни, тем больше мы должны остерегаться сокращения времени молитвы. Молитва – это защита от крушений в жизни. Чем больше у нас активности, чем больше мы заняты в чем-то, тем больше мы нуждаемся в молитве. Наша молитвенная жизнь пропорциональна нашей занятости. Чем больше я чем-то занимаюсь, тем больше я нуждаюсь в молитве. Чем больше нагрузка, тем больше молитвы. Чем больше служения, тем больше я нуждаюсь в силе. Иисус Христос знал это. И Он молился. Он находил время. Известному Учителю, которого вся страна собирается служить, Слово Божье, приходить к Нему за чудесами, чтобы Он исцелил. Ему нужно было находить время. И Он находил время и место, чтобы уходить в пустынные места и молился, чтобы побыть с Отцом. Насколько это необходимо для каждого из нас, братья и сестры. Нам кажется, что в нашей жизни сейчас, в 21 веке, в столь загруженном графике, где тут найдешь пустынное место. Ну в горы пойди, там можешь помолишься. Или где-то еще надо найти место. Вот как молиться. Но его можно найти. И мы должны его находить. Чтобы ничто не отвлекало. Чтобы не было никаких факторов, которые нам бы помешали сосредоточиться на разговоре с нашим Богом. Чтобы привести свой внутренний мир в соответствие с тем, что Господь ожидает от нас. И молиться. Рассказывать Богу наши переживания. Открывать Ему свои желания. Спрашивать Его волю. Просить поддержки, милости. Мы не можем без Божьей силы. Иисус Христос сказал, что без меня не можете делать ничего. И в то же время, зная эту истину, мы пренеберегаем, молитвой. И я говорю по себе. Так легко иногда проповедовать о молитве. Знаешь, все о молитве. Как нужно молиться. Можешь всем рассказать. Вот, а, да, я вот что такое молитва. Все богословие рассказать. А потом приходит 6 утра. Тебе нужно вставать, молиться, пока день не начался. И ты дружно спишь. Вот и все богословие. Вот так оно в практике жизни и случается, когда мы проигрываем собственной плоти. И нам нужно побеждать свою плоть и молиться. Четвертый эпизод в жизни Иисуса Христа, который показывает Его молитвенную жизнь, очень важен, как и все эпизоды, для нас с вами. Он записан в Луке, 6 глава, 12 стих. Евангелие от Луки, 6 глава, 12 стих. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». 13 стих. «Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами». Посмотрите, это важное событие вообще в истории. Иисус избирает людей, которые будут продолжать Его служение. Эти люди, по сути, через них Иисус Христос основывает церковь, использует. Это столпы. Это очень важное событие. Здесь нужна мудрость, здесь нужно понимание, кто, кого избирать. И поэтому Он всю ночь пребывает в молитве. У меня в жизни никогда не было, чтобы я молился всю ночь. Я как-то пытался молиться всю ночь, но обычно это заканчивалось тем, что я просыпался утром. Трудно. Я не знаю, как Иисусу получалось. Я еще не встречал людей, которые молились всю ночь. Но эта история, эта ситуация учит нас следующим принципам нашей христианской жизни. Важным решением должно предшествовать много молитвы. Если мне нужно принять какое-то важное решение в моей жизни, судьбоносное, где работать, что делать, каким служением заниматься, с кем строить отношения, куда уезжать. Много разных ситуаций, много разных решений. Этому должно предшествовать много молитвы. Чтобы потом не было, Господи, где же ты был, я же думал, ты поможешь. А мы не молились. А потом обижаемся, что Бог не дал мудрости. Но не просили, не дал. Иисус много молился. Это было важное решение. Это принцип для нас. Перед каждым важным решением нам необходимо много молиться и просить у Бога мудрости и водительства. Каждая истинная поместная церковь Иисуса Христа должна следовать этому примеру во время, даже Библия говорит, избрания служителей, определения направления церкви, куда мы идем. Мы нуждаемся в Божьем водительстве? Мы нуждаемся в водительстве Святого Духа, чтобы Бог показал, куда нам идти. Как нам делать? Какой человек нужен? Кто должен быть? Мы не можем делать без Бога ничего. Понимание того, насколько я слаб и немощен без Бога, помогает мне больше понимать, насколько я нуждаюсь в общении с Богом и молиться Ему. Поэтому Иисус молился. Он знал, что он нуждается в Отце. И пятый принцип. Пятый эпизод, который мы видим в жизни Иисуса Христа о Его молитвенной жизни. Он записан в Матфея, 14 глава. Евангелие от Матфея, 14 глава. 23 стих. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. Это событие было после того, как Иисус Христос накормил пять тысяч человек, совершил такое большое чудо. У него тоже был насыщенный день, ему много было в окружении людей, он был уставший. Посмотрите, он начинает свое служение, он начинает свой день с молитвы, рано утром. И после того, как трудные решения он принимает, он молится. Перед тем, как что-то говорить, он молится. И заканчивая день, что он делает? Он молится. Такое чувство, что понятие «жизнь Иисуса Христа» и «молитва» это неразделимое. Это одна составляющая. Если вы хотите спросить, чем характеризуется жизнь Иисуса Христа? Молитвой. Постоянно молился. В начале дня, в середине, в конце дня. Постоянно на связи со своим отцом. Он понимал важность молитвы. И он молился. В Иоанна 6 главе, в 15 стихе, рассказывается история о том, что люди захотели сделать Иисуса Христа царем. Написано, Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его, то есть неожиданно, и сделать царем, опять удалился на гору один. Это было искушение. Они хотели прийти и сделать его царем. И как человек, он был подвержен искушениям, сатана его искушал, и он берет и уходит от искушения. Он идет снова к Отцу. Он молится. Он идет и молится. Он идет на гору один. Когда искушение одолевают, он молится. Что бы ни происходило, он молится. Братья и сестры, жизнь Иисуса Христа – это самый яркий пример из христианской истории молитвенной жизни. Нет лучшего примера для подражания каждому из нас. И жизнь Иисуса Христа показывает, насколько молитва важна для каждого из нас. Пренебрежение молитвой или недооценка молитвы – это становится катастрофой, очень губительной для нашей духовной жизни. Мы нуждаемся в том, чтобы молиться, чтобы учиться в молитве, чтобы углублять свою молитвенную жизнь, строить более-более тесные отношения с Богом. Это обширная тема, это много, можно об этом говорить. Иисус Христос показывает нам пример. Молитва важна. Если вы мои ученики, вы последуйте моему примеру. И пусть пример Иисуса Христа и эти эпизоды его жизни, когда он молился, будут побуждением и ободрением, возможно, обличением для каждого из нас в том, чтобы наша молитвенная жизнь, каждого из нас, она возрастала, чтобы она становилась сильнее, чтобы наша церковь, она была так же известна, как церковь молитвы, чтобы мы были сильны не программами, не проповедниками, не тем, что у нас много, а тем, что Дух Божий действует через нас, потому что мы находимся в молитве. Мы сильны в молитве, мы пребываем в общении с Богом через молитву, чтобы наша церковь, она горела молитвой. Пусть это пример Иисуса Христа будет благословением для каждого из нас. Аминь. Помолимся.